Группа молодых энтузиастов подготовили свою кинокартину, повествующую зрителю жуткую интерпретацию легенды о происхождении названия города. Не подскажешь, где мы? Вы не представляете, куда мы попали. Расскажи, пожалуйста, где мы сейчас? Мы тебя трогать не будем, честно. Город контрастов. Именно таким предстал Коголым в произведении молодых авторов, пройдя путь от гиблого места до полной противоположности. Нельзя не вспомнить и другие появления нашего города в телевизионной и интернет-среде. Так, например, в передаче «Поедем, поедим» ведущий Федерико Арнальди посетил океанариум, поплавал с акулой и остался в полном восторге. А здесь, получается, город совсем небольшой, который находится в зоне вечной мир злотой. И тут что-то всего? Удивил город и его окрестности телевизионщиков Первого канала. Фрагмент одного из выпусков передачи «Непутевые заметки» был посвящен коренным народам Севера и их быту в условиях дикой природы. Мы были на стойбище в родовых угодьях, в Повхе. И очень мне понравилось. Ну, как сказать, видно, что эта семья привычна к приему у экспедиционщиков и, так сказать, встречает ее так сноровисто и профессионально. Но видно также, что это не туристические ханты, которых всегда, так сказать, не... Ну, их встретить тоже приятно, но общее место. А, в общем, люди, которые живут своим натуральным хозяйством, и тут действительно есть что показать и о чем рассказать. Ну, и так же явилось для меня действительно сюрпризом. Для меня мало сюрпризов бывает в экспедициях, тем более по России. Но я и правда не знал, что здесь такой шикарный в научном смысле развитый океанариум. Я люблю такие неброские, незнаменитые, но содержательно богатые места. Невозможно не упомянуть огромные старания команды Russian Travel Guide TV. В своем фильме они смогли показать актуальный на сегодняшний день Когалым с его лучшей стороны. Каждая достопримечательность, наша природа, архитектура и история ничего не осталось неупомянутым. Сегодня Когалым называют «жемчужиной Западной Сибири» – главным форпостом нефтяного края. Зимний заснеженный город. Свет фонарей разгоняет ранние сумерки. Когалым и так идет этот вечерний наряд. Он словно нефтяник, скинувший рабочие униформы и надевший фраг в ожидании премьеры. Если уж наш город своими неповторимыми локациями, удивительной атмосферой заинтересовал журналистов страны, что говорить о его туристическом потенциале? Когалым привлекает все больше и больше людей всех возрастов. Только за 2023 год культурную столицу Югры посетили почти 150 тысяч туристов, что вдвое превышает население города. Когалым – город творчества. Когалым – город открытий. Максим Игначенко. События.